Ну что, пишетесь? Хватит зарядки, у вас лампочка мигает? Лампочка мигает, потому что пишется. А, да? Поехали? Да. Про альбом, да? А вообще, фильм чему посвящается? Доцику? Студии? Да. Студии Колына и не только Доцику. Именно вот этой студии. Угу, понял. Ну и ему тоже, в том числе, был. Угу. Поехали. Сережа невероятно талантливый человек. Была такая песня, я добрый, но добра не сделан никому. Я могу сказать, что я большую часть своей жизни, по мере сил и возможностей, помогал всем, кому я только мог. Кто-то остался, кто-то ушел, кто-то понял это, кто-то кого-то это раздражает, потому что он не может себе позволить быть добрым. Когда родился мой сын, я понял только одну вещь. Я бессмертный. Я бессмертный. Понимаешь? Я бессмертный, Кащей. Теперь, там, ну меня очень мало держит вещей в этой жизни, меня держат любимые люди, меня держат даже вещи, которые мне дороги. Но больше всего меня держит вот это маленькое существо, которого зовут Даниил, которого я очень люблю и буду заботиться всю свою жизнь. А это необъяснимое ощущение, когда кого-то ты любишь и кто-то, кем-то дорожишь, ценишь и каждый день думаешь в мужском смысле, не в женском. Когда-то, знаешь, я относился к этому, к вещам, к которым, там, ну, достать пачку сигарет, открыть ее, выкулить сигарету и забыть об этом. Ничего подобного. Мне когда ступнуло 40 лет, я начал переосмысливать свои взаимоотношения с людьми. На самом деле, у меня нет много людей, которым я мог бы довериться, доверить ключи от своей квартиры, где деньги лежат. Много. Вот Коля Аденега, он один из тех, один из тех людей, на которых я могу положиться. Не в смысле, там, доверия какого-то, что я, возьми вот это, я тебе отдаю. Нет. Внутреннее состояние. Мне очень комфортно с ним. Он понимает меня с полуслова, что очень важно. Я предлагаю вообще в взаимоотношениях между людьми не тратить много времени на выяснение отношений. Ты или понимаешь человека, или вычеркиваешь его из списка своих знакомых. Вот в этом смысле Коля, ну, он очень подходит мне. И, скорее всего, что я тоже подхожу ему. У нас тандем, у нас очень крепкая, слаженная, профессиональная команда. Если ты профессионал, это одна история. Если ты человек, который научился делать какие-то аранжировки, и купил себе компьютер, и думаешь, что ты что-то знаешь, это совсем другая история. На мой взгляд, профессионал – это тот человек, который понимает, что сейчас, сегодня нужно людям. И не важно, не важно, какое количество аранжировок похоже на какое количество аранжировок. Не важно. Если это нужно здесь людям, они приносят сюда свои эмоции, деньги, и просто от себя, профессионалов, сделать это, это нужно делать. У нас прежде всего, у нас прежде всего, помнишь, было такое понятие шоу-бизнеса? Так вот, могу сказать точно, лет 5-6 назад бизнеса не было. Было шоу. А сейчас появляется бизнес, когда приходят люди, ставят точно задачи, и ты их реализуешь. Дело не в нашем внутреннем вкусе. У нас с Колей есть своя музыка. Мы очень любим другую музыку, и мы ее делаем для себя. Есть, допустим, есть там Коля Денеха, который слушает там, не знаю, очень в музыке, хорошей. Но она, скажем, она скомпилирована в каком-то вкусе. Это может быть Эл-Джеро, там, что угодно. Я, допустим, там слушаю другую музыку. У меня настольные книги, это Гедрилл, Стин, Полис ранний, Дженезис, Ну, Ди Форест. У меня своя история, у меня есть свой внутренний мир. Но это не означает, что я должен его навязывать. Я могу как-то через призму своего вкуса брать какие-то вещи оттуда и адаптировать их, ну, грубо говоря, даже в традиционную, простую, украинскую нашу попсятину. Я ее называю попсятину. Но идея в чем заключается? Идея заключается в том, что если это нужно кому-то, значит, мы должны к этому относиться с уважением, делать это честно и с благодарностью относиться к этим людям. К нам пришел Валера Малышев. Да. Валерочка, заходи. Это Валера Малышев. Что, Валера Малышев? Раздеваться? Да, мы можем раздеваться. Это человек, с которым я очень много лет знаком. Мы когда-то работали в одной группе, Святой Сон. Я, в принципе, рад, что я его знаю, с ним знаком. Очень яркий, харизматичный человек. Он у нас работает, пишет песни, ну, пытается что-то сделать. Валера Малышев. Спасибо. Уже сделал. Ты можешь сейчас петь какую-то песню новую, которую мы будем делать? Ни одна душа не слышала новую. Что-то вот такое, которое в тебе сидит. К небе, облакам твоя, душа, снегом, первым снегом ты ушла. Знаем, ты сойдешь любви, да, ждем, любим, верим, ждем. Луч небесный указал нам путь к матушке Олипии и святой, К домику, где исчезает грусть и царит покой. О, в старом и заброшенном лесу, с мягкою молитвой по ночам. Боже, ты для всех своих человек в сердце открывала Божий храм. Боже, упокой рабу твою, матушку Олипию. Луч небесный указал нам путь к матушке Олипии и святой, К домику, где исчезает грусть и царит покой. О, в старом и заброшенном лесу, Светлою молитвой по ночам. Ты для всех своих человек в сердце открывала Божий храм. Ты для всех своих человек в сердце открывала Божий храм. Красивая песня очень. Павленочка, рад был видеть тебя. Доброго, здоровья. Друзья, я ничего не забыл. Все, спасибо, до свидания. Наша студия выиграла кастинг по обслуживанию детского Евровидения. Уже закончена работа? Уже закончена работа. И просто звонили люди и говорили, что мы первый раз... Вы нас просто научили работать. Как можно так быстро, профессионально, в такие краткие сроки. Сделать такой объем работы. Причем для них самое важное, ну дети, мамы, папы. Они говорят о том, что это первое Евровидение, где мамы были довольны. Мы надеемся, конечно, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Очень интересно работать с детьми в целом. Это что-то такое, знаешь. Я доволен не всем. Я доволен... Я доволен только несколькими работами нашими, аранжировками и нашим сведением. Причина количества времени, да? Нет. Причина мамы, папы и их учителя. Их мнение, да? Их мнение, да. Они ставили задачи... Порой неправильные. Они ставили задачи, да, порой неправильные. У нас было несколько случаев, что мы аранжировку там переделывали два-три раза. Только потому, что просто неправильно поставили задачи. И, ну, есть неудовлетворение в том смысле, что хотелось бы... Там просто было на самом деле три-четыре фонограммы, которые мы делали у нас на колене. Ну, настолько жирные, и настолько концептуальные, и настолько классные, что очень большое количество взрослых людей себе не может позволить таких фонограмм. И хотелось просто всё Евровидение подтянуть вот под этот уровень, понимаешь? Ну, не вышло. Спасибо.